МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компанию Гомель, у студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Цвята соправдных мужчин. Сегодня в регионе прошли урочистости, у Гонор дня оборонцов Айчыны и Узброяных сил Республики Беларусь. Выканаем литерально любое кондитерское пожадание. Гомель хлеб в прамп, адрыхтавауся точные ласунки до 23 лютого. Те есть у дома, господар. Жихары речицы не могут знасти взаиморазумение с коммунальными службами. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Акция «Беларусь. Земля славы ратной» у складанне кветок до мемориялов и урочисты сход. Сегодня в Гомеле проходили мероприемства и промеркованное до дня оборонцов Айчыны и Узброяных сил Республики Беларусь. Хронология падей в материале наших корреспондентов. Курган славы у Гомеле был узведен в 1968 году с мытой ушановой памяти воинов, Червоной армии и партизан. Сегодня тут собранная земля с больше, как 350 мест, где в годы Великой Айчынной войны проходили бои. Ее привозят волонтеры в рамках акции «Беларусь. Земля славы ратной». За час проведения у ее прайняли удел каля 15 тысяч человек. Назавжды у памяти народной будут жить имены героев, які загинули у боротьбе за свободу и незалежность нашей родимы. Такий надпись, зробленный на плите, что установлена на Кургане славы. Светкование Дня оборонцев Айчыны и Узбройных силы Республики Беларусь – яше одно подтверждение. У нашей краине есть саправданные патриоты, готовые у любых моментов стать на оборону своей родимы. Учаскали размовы и дзе об национальной беспеце и на явности новых погроз. Это особливо важно. «Кто бы мог подумать, что еще 15 лет назад вдруг появятся кибервойска. Мы знали танковые войска, мы знали военно-воздушные, какие угодно, транспортные, автомобильные, но кибервойска. И сегодня не столько и не только с оружием в руках нужно воевать, а завоевывают души, завоевывают убеждения и, главное, завоевывают веру. Поэтому верить нужно в свою страну, в свою армию и в мирное небо нашей Беларуси». Мемориал «Вечный огонь» – традиционное место проведения патриотичных мероприемств. И оно саправды святое. Тут похованные червон армейцы, партизаны и подпольщики, які загинули у боротьбе с ворогом. Сегодня память об их подвигу гамельшане заховывают у назвах городских улиц. У их гонор – открытые помники и монументы. Удельник Великой Айчыны Алексей Пиманов у червоную армию трапил, коли ему было крыху больше за 16 годов. И разом со спецотрадом Народного комиссариата внутренних справ «Славный» пройшел по тылах ворога полторы тысячи километров. «Людьми хорошими были, простыми, негонористами. И были патриоты своей родины. Года идут, неумолимо, не догонишь их никак. А хочется, чтобы остановить немножечко». У фойе областного акроматско-культурного центра выстава зброю беларуской армии, якая выкликает неподробный интерес у присутных, особливо молодых людей. Урештые не каждый день есть махчимость отчуть себя саправдным воинам. Тут же невеликий экскурс у гисторию. Некто из присутных обрануты в форму военных часов. Некто – в сучасную. Прыгатым практически усеяны военнослужащие, якие добра ведают, что такое носить погоны и быть в постоянной готовности оборонять родиму. Беларуская армия гарант стабильности, суверенитету и территориальной целостности державы. Такую думку поделяют у всех, кто пришел в Громадско-культурный центр. Церемония унесения боевых стягов и урочистый сход обвешается открытым, Кабьяше раз сказать дякуй, тем, кто забеспечивает у Беларуси мир и спокой. Действительно рад поздравить вас с этим замечательным праздником. Действительно, для многих это праздник даже с детства, но и сегодня он актуален. Я хочу поздравить наших мужчин, конечно, в первую очередь, защитников Отечества, тех, кто в погонах служат нашей Родине, ну и не только наших мужчин, потому что это всенародный праздник, это праздник всех защитников, и защитниц тоже, кстати, нашего Отечества. Доброго вам здоровья, и чтобы всегда над нами, над нашим любимым городом, областью, республикой было мирное небо. С праздником вас! Олег Сенчаров, Ольга Коновалова, Валерия Габанько, телерэдо-компания «Гомель». День оборонцов Айчины – это пеш за все нагода вспомнить тех, кто отдал свои житцы зарадзему. Символично, что в эту дату нареште знайшли вечный спокой войны, які загинули в боях за вызволение ветковщины. Сегодня их перепаховали с усими належными ушанованнями. На церемонии побывала Ганна Коральчук. Почас великой очинной войны в ветковском районе загинуло больше за 10 тысяч войсковцев. Их это лишь бы складается только из тех, кто был официйно похован. А кольки бойцов застаются без весток загинувшими, можно только мерковать. Самые жорсткие бои в районе вялись у вересня 1943 года. Они сумели от Сажа дойти до дороги, которая проходит с Новоселок до Шерстяна. Дошли до этой дороги, но, очевидно, поддержки не было. Были слишком они побиты. Осталось там от полка 47 человек. Вынуждены были отойти, отойти полностью опять переформироваться. И уже потом, на втором этапе, 27 сентября, дошли опять до этой же дороги. И уже закрепились. И дальше, естественно, отступления уже не было. Летость, так само в вересне, после работы с архивами и вылучения немецких аэрофотосдымков, пошуковые группы приступили до раскопок на территориях помеж агрогородками Новоселки и Юрковича. Вызначили проходжение траншеи, а у ее изнашли загинувших героев. В этих скрынях знаходятся останки 21-го червона армейца, которые смагались за вызволение Ветковского района. До речи, установить их имены не удалось. Тому перепохование ведут на братских могилках в агрогородку Шарстин. За собистых речев при раскопках были знайдены котелки, лыжки, боеприпасы. Але все было в таком стане, что нияк не допомогло опознать особо загинувших. Про 78 годов. В День оборонцевой Айчины и Узбройных сил Республики Беларусь их поховают, как належить. На жалобный митинг собрались представники улады, громадских объединений, силовых структур, школьники и местовые жахары. И наушиновали память загинувших, хвилиные молчания и трехразовым залпом громад. Современная молодежь больше воспринимает не текстовую информацию, как оказывается, а больше визуальную. Тем, что они здесь участвуют и видят, это наглядный факт, доказательство того, что такие же, как и они, 78 лет назад, не боясь трудностей и лишений воинской службы, записывались добровольческие батальоны, уходили в партизаны и вступали в добровольные ряды Красной Армии. В результате чего данные граждане своими усилиями, отдавая самое ценное, что у них есть свою жизнь, освобождали нашу страну. Пошуковые работы у этой мясовости протягнутся и все лета. Громадское объединение николи не забудем и 50 других специализованный Пошуковый батальон плануют обновить раскопки в мае. Ганна Кральчук, Сергей Комко, телерадио-компания «Гомель» Зветковского района. От широго сердца областное отделение Белорусского союза «Жанчин» повиншовало с днем оборонца «Айчин» военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова. Таким чином організація долучилася до республіканской акции. Коллективы предприємства у объединениях и установах виншуются святом саправдных мужчин. А кроме теплых слов и солодкого подарунка военкома чакал музычный сюрприз у выполнения наученцев Гомельского колледжа «Мастатства» и мяса Калаусского. Виншовать 23 лютого мужчину в погонах для Белорусского союза «Жанчин» стала доброй традицией. Мы честуем мужчин, которые охраняют нашу страну, которые охраняют женщин, семейный уют. Белорусский союз «Жанчин» организация – это та, которая защищает семью. И поэтому в этот праздничный день мы подключились к республіканской акции, к марафону и хотим поздравить именно нашего военного комиссара, комиссара необычного, легендарного. До новых тем. Правоохранники Гомеля установили особу еще одного жихара Гомеля, який уже ни в не минулого года снял державный флаг на площади Ленина. Подчас черговой протестной акции двое молодых людей опустили полотнище вниз, сняли его и повесили на городжу. Затым заменили на белочервоно-белый стяг. Одному из них суд Центрального района Гомеля призначил покарание. Два года обмежевания воли в установе открытого типу. На передний дни милиции знайшла еще одного отделника этих подействий. 22-годовый гомельчанин затриманы, узбуджена криминальная справа. До нас в редакцию звернулись жихары-речицы. Их приватный дом с упрочь жаданье долучили до ЖУ и примушают платить за капромонт и техническое обслугование. Ранее жихары таких отличений не работали. На месте в ситуации разбирались наши корреспонденты. На первый позор это, естественно, дом в городе-речицы. Но по документам он лечится приватной властностью. Больше за 40 лет тут господарят жильцы. Ни до ЖУ, ни до кооператива и они уже в этот час не относились. Это частный наш дом. Мы его купили, считайте. Мы в ремкоторе его купили. Мы сразу носили деньги все. Мы строили его по розничной цене. Никаких на 20 лет нам не было. За коммунальные послуги платили по повышенном тарифе. Некольки разов уже хары спробовали передать дом на обслугование ДЖУ. Але им каждый раз отмоляли. Вот и занимались и о навыражении всех питаний сами. Дружной толокой гроши на ремонт взбирали и когда дома прохожусь наводили. В начале мы хотели. Проходили туда в ЖКХ, это их несчастное. И просили, чтобы нам что-то помогли. Не сказали. Вы частники, мы нет. Я лично сама ходила к крышу. Крыша у нас потекла. Они сказали нет. Однако в мае 2020 года людей оповестили, что у их доме теперь новый господар. При этом попередили, что ни прибиральщицы, ни дворника им не дадут. Думайте сами, как поднимать шестиню в доме и каляяго. Однако у жировков заявились и обновления. Они повесили вот это нам постановление на дверь, что якобы нам назначена управляющая компания. Вот после этого к нам пришла вот эта квитанция уже с перерасчетом. За август, за сентябрь и за октябрь месяц. И у людей начались обезконцы походы по кабинетам с мэтой высветлить. На кольки закона такая инициатива идти можно отмовиться от послуг ЖЭУ. Крышу мы уже перекрыли ремонт, сделали в подъезде, проводку поменяли. Ну, то есть нам как бы сейчас вообще их услуги не нужны. Почему я должна им заплатить за ремонт или за что, за капитальный ремонт? Мне 80 лет, я уже не дождусь. Я заплатила то, что нам надо, я уже выплатила. Однако коммунальники и сами не рады такому прибавлению. Этот дом лечит проблемным. С того часу, как его увели в эксплуатацию, там амальцалком сносились канализационные и тепляльные трубы, а вентиляционные шахты давно потребуют профессионного огляду. Необходный ремонт, але за какие гроши его работать? У весь год и час жильцы не робили отличения ни на капремонт, ни на тех обслуговывания. В настоящее время в соответствии с требованиями законодательства все многоквартирные дома должны находиться на обслуживании у специализированных организаций. Техническое обслуживание многоквартирного жилого дома включает в себя обслуживание всех систем и коммуникаций, которые находятся в данном доме. Это выполняется для того, чтобы дом поддерживался в исправном состоянии. Все параметры дома соответствовали требованиям нормативной документации. Ну и, соответственно, это не только соответствие требованиям, но и безопасность людей в том числе. В оси выходит, что отмовятся от послуг ЖКГ. ЖКГ этого дома могут только в том разе, когда вы решили створить кооператив, что, на думку представника райвыконка Майогения Юрченко, совсем невыгодно для такого старого дома. Но строящиеся дома, поверьте мне, сегодня не совсем рвутся к созданию кооператива, там, где даже по 180 квартир, 170 квартир жилищных, фонд, он сегодня не создает товарищесособственников, потому что понимают, что это огромная нагрузка. Сегодня нужно работать с людьми, сегодня каждому человеку нужно будет уделить внимание и, скажем так, те же собрания провести, объяснить, бухгалтерию разложить, что как осуществляется финансовая деятельность товарищесособственников, как отчисления производятся. Поэтому это большая работа, не каждый на это идет. Под своим крылом застаться, райжилкам гасать и створить кооператив властников, выращать людям, а ля дом без управленчей установы быть не может. Бо справа тут не столько у прыгажості подъезду, сколько у питанье безпеки жахарау гэтага дома. Вера Гамоля, Андреева, наутелерадоакампания Гомель Зречицкага район. Протягиваем выпуск. Брутальные торты для оборонцов родимы, а с пяшчотными кветками для любимых жанчин. На Гомель хлеб в праме подрыхтовали солодкие сюрпрызы до святов. И коли нема часу на пошуки подарунков, а лишь порадовать своих любимых вельми хочется, запрашаем разом с нашей с дымочной бригадой у невеликая подорожа по смачных и ароматных цехах предприемства. Кондитер Дмитрий Антипенко узгадывая, как недавно выполнил незвычайный заказ. Мужчина принес перстенок и попросил спячить торт, а у пригоживания поместить внутрь. Торт призначался для кахана, якой таким чином улюбенный молодой человек хотел сделать пропонову руки и сердца. Те дала згоду девчина Дмитрий не веде. Ля каже, что зауседы приемно развивать свое кондитерское майстерство и радовать людей. В преддверии 8 марта тоже придумали кучу всяких вариантов разнообразных тортов, поэтому приходите, заказывайте, все вкусно и красиво. Ну вот если мужчина, там пистолеты, патроны, а раскройте секрет, а что будет изображено на тортике для женщин? Ну, женщины, это прежде всего цветы, это без этого никуда. Не только на торте, но и в жизни. Олеся Крупадерова, працанная в Гомельхлебпраме, прамед шеверстагодя. Каже, что подчас в отпуску суммуя по аромату гарачьего хлеба. Самый любимый для ее, як и шмат годов тому, волотовский. И он же и один самых популярных у Гомельчан. Наш любимый волотовский, всеми, в основном все работники, ну, вот потрогайте, как он пахнет, как он дышит, вот даже горячую булочку сейчас вам покажу. Да, я бы запотел пакетик в теплых небах. Да, вот такой вот он, красавец у нас, пышненький, вот духмяны, всю душу мы влаживаем в этот хлеб. За день на четвертой вытворчестве, которая находится на Олимпийской улице, пякуть коле 20 тонн хлеба. Семь зью – это батоны и полтоны кондитерских выработов. Сред солодкостью на первых местах у рейтингу маффины и кексы. Кондитерские выработы Гомельхлебпрам продает и у иншей регионы Беларуси. Хлеба булочная есть на полицах российских и на ват-израильских крам. Летое з'явилися новые выробы. Тостовые хлебы и багет для бутербродов. За подробованность продукции не только у отказанных ставлений персоналу до своих обовязков, а и у любови до пекарской справы. Вот из этого теста скоро будет выпечен батон. Тесто очень красивое, прямо оно так поднялось. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет? Секрет в душе наших работников. То есть, нужно, как говорят, если работаешь с тестом, то нужно иметь хороший настроение. Да, чувствовать нужно тесто и иметь хорошее настроение. Придя на работу. Разумело, как и каждое предприемство Гомель-Хелепрам сутыкается со складанностями в оконане своих задач. Утым лико экономичными. Але проблемы, кажут новой творчести, переодольные. У предприятия, естественно, есть трудности, но мы с ними справляемся. Выпуск продукции осуществляется ежедневно и без нареканий. То, что предприятие работает в нормальном режиме, вы увидели сами, побыв сегодня на хлебобулочном участке и на участке батонов. Я думаю, что это о многом говорит. У планах нарушивание объема вытворчества и выход на полную загрузку могуценностей. Пока же пекеры рихтуются до весного свята и чекают заказов от гемельчан. Выконать обязательств любой кулинарный каприз. Мирина Северьянова, Игорь Марисченко, телерадио, компания «Гомель». Аутопати у промым эфиры. Ведущие радио «Гомель-ФМ» разом с областной дзержа автоинспекцией вырошили креативно повиншовать мужчин со святом. Для автомобилистов подрихтовали гульню, подчас якой необходимо было продемонстрировать ведение правилов дорожного руха, а так само первым прибыть на место, связанное с житем героя Великой Айчиной войны. Дмитрий Котов с подробностями. Главное, что участвуют сегодня мужчины, которые за рулем автомобиля своего находятся. Так что, если вы автомобилист, если вы сейчас слушаете радио «Гомель-ФМ» 101.3, то сделайте погромче ваш радиоприемник. Мы сейчас будем задавать вам вопросы, скоро все подробности. На годиннику 13.00 и на территории «Гомеля» стартует святошная акция «Аутопати». Некольких годов тому ее проводили ведущие радио «Гомель-ФМ» с уместно с областной дзержаутоинспекцией. Все ли это традицию вырошили обновить. Нам показалось это очень логичным, очень здоровским, что можно поучаствовать, получать призы, плюс напомнить людям о том, что нужно быть аккуратными за рулем, аккуратными на дорогах. Я думаю, что эта акция имеет множество различных хороших аспектов, но сегодня, прежде всего, она посвящена празднику 23 февраля. Сутность акции у наступны. У Промым эфиры по черзе гучали загадки об трех местах города, який связан с житем героя Великой Айчинной войны. Автоматорам треба было отгадать имя ведомого военачальника и первым приехать по адресу, где шакали девчонки-инспекторы. Максим Пятренко радио Гомель-ФМ почал слухать, как только стартовала акция. Ее надразу познал и Рокоссовского, и Барыкина. Однако, справы не дозволили гомельчанину по одноварту снопаудельничать. Приехать отрималось только на третье опошнее место, где находится мемориальная дошка, присвеченная Рыгору Денисенко. Минут пять, наверное, мне не хватило. А сюда уже целенаправленно доехал. Не доехал до ЗИПа, и сюда ехал с ЗИПа. На этом интересная гульня не закончилась. Автомобилистам нужно было пройти еще одно выпробование. Отказать на вопрос по правилам дорожного руха. Ни у кого из трех переможцев проблем не возникло. Данная акция помогает вспомнить всех великих людей, места города Гомеля лучше узнать автолюбителям. Конечно, вспомнить правила дорожного движения и вместе с госавтоинспекцией получить заряд энергии, бодрости, улыбок в данный праздничный день. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. Афганистан память у фотосдымках. У музея истории друку и фотографии открылась персональная выстава гомельчанина Андрея Феоктистова. На ее представлены уникальные материалы из особистых архивов воина-интернационалиста, а так само его боевых товарища солдат и офицеров. Захованные сдымки уникальны тем, что вести дженники записы, а тем больше фотографовать во умовах военного часу заборонялась. Создавались вот эти все не официальными корреспондентами, а солдатами, офицерами. Именно будни вывозить письма проходили проверку выборочную. Ну а как вот негативы просто разрезали эти открытки присылались дома и вклеивали туда вот эти негативы. Вот так вывозились. Вот у меня сейчас дома лежит коллекция таких негативов. Гэтые редкие фотокадры, аматорские сдымки, сделанные в гарнизоне на дороге на заставе, допомогают вспомнить про войну в Афганистане. Я надолжила ся 9 годов, один месяц и 18 дн. А маль 29 тысяч белорусов воевали на афганской земли. С Это наше непростое прошлое, это наша жизнь, это не только воспоминания, но самое главное то, что мы здесь встретимся, это повод для встречи. Редко это бывает, не только 15 февраля, но еще и выставки. Гэтые, а так сама иншая новинная информация об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомеле правоохранители изъяли крупную партию сигарет. В Новобелецке РУВД обратился железнодорожник из гомельского опытного лесхоза и рассказал милиции, как нашел много упакованных блоков сигарет во время проверки вагонов. Сотрудники ОБЭП выехали на место обнаружения, где изъяли почти 29 тысяч пачек табачных изделий. Все они были спрятаны на дне двух вагонов, обернуты упаковочной лентой. Общая сумма находки больше 43 тысяч рублей. Оперативники устанавливают личность владельца сигарет. В пункте пропуска Новая Гута гомельские таможенники пресекли попытку крупной контрабанды орехов стоимостью более 120 тысяч рублей. В микроавтобусе, который следовал в Украину, перевозчик, 32-летний гражданин Молдовы. Никаких документов на товар у него не было. Во отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. За прошедшие сутки в Гомеле совершено два наезда на пешеходов. В обоих случаях водители не уступили им дорогу. Первое ДТП произошло накануне утром. 41-летний водитель двигался по улице Барыкина в направлении улицы Сосновой и сбил 65-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. Светоотражающими элементами не был обозначен. С травмами его госпитализировали в областную больницу. Вторая авария произошла вечером на улице Братьев Лизюковых. 44-летний водитель поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, но не убедился в безопасности маневра. В результате сбил 51-летнюю женщину, которая тоже переходила дорогу на зеленый свет. Ее доставили в областную больницу и после оказания помощи отпустили домой. Сотрудники ГАИ Гомельщины продолжают помогать автолюбителям. Не только справиться с неблагоприятными погодными условиями, но и в других сложных ситуациях. В Гомеле с помощью троса инспекторы помогли водителю Форд, который заглох на перекрестке и не смог завестись из-за неисправности машины. Они отбуксировали автомобиль к месту ремонта. Водитель Мазды на 132-м километре автодороги Гомель-Кобрин не справился с управлением и съехал в кювет. Застрял в снегу и выехать оттуда не смог. Сотрудник ГАИ Гомеля, проезжавший мимо, остановился, отбуксировал транспортное средство на проезжую часть и водитель поехал дальше. В Калинковичском районе автолюбитель забуксовал в снежном перемете. На помощь выехали правоохранители. Служебный автомобиль УАЗ Патриот вытянул автомобиль на безопасный участок дороги, за что сотрудники милиции услышали от водителя искренние слова благодарности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. С мыслями о плей-офф завершился регулярный сезон в экстралегии хоккейного чемпионата Беларуси. Заключительные матчи не несли никакого турнирного значения для команд из нашего региона. Жлобинский Металлург завершил гладкий чемпионат на пятом месте и примет участие в переходных поединках. Постсезон Старевары идут с хорошим настроением. Заключительном матче на своей площадке жлобинчане обыграли Гродницкий Неман. Две шайбы Соломонова и одна Казянина обеспечили хозяевам комфортное преимущество. Гости смогли отличиться только однажды. 3-1 победа Металлурга. Гомель с таким же счетом на домашнем льду уступил Динамо молодечно. На шайбы Копытина Никулина и Клавдиева ответил точным броском Скоренов. Поражение позиций Рысей в таблице не пошатнуло. Они так и остались на третьей позиции и теперь ожидают соперника по плей-офф. В высшей лиге мужского волейбольного чемпионата страны также завершился регулярный сезон. Гомельская энергия в заключительном туре на домашнем паркете была сильнее Могилевского коммунальника 3-0. По итогам регулярки энергетики заняли второе место лидер Шахтер. В первой лиге продолжается предварительный этап. Гомельская с душой энергия в очередном туре обыграла Могилевский цоркоммунальник 3-0, а Бумпром был сильнее Оршанского взлетом также 3-0. В женском чемпионате плей-офф уже стартовал. Мозырская жемчужина Полесье в четвертьфинале сильнейшего дивизиона дважды обыграла Минчанку 2-3-2 и 3-0. Дубль жемчужины уступил Брестскому прибужью 0-3. Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги стартует сезон 12 марта. Речицкий спутник дебютный поединок в элите проведет дома соперник Динамо Брест. Славия отправится в гости к Ислаче. Гомель в Бресте сыграет с Рухом. Между тем футбольные клубы из Гомельской области провели товарищеские матчи. Дубль спутника проиграл Бумпрому 2-3, а Локомотив был сильнее Белшиной 1-0. Футбольный клуб Гомель на выезде встречался с Ислачу. Команды разошли с Миром 2-2, а в составе зелено-белых забивали Побудей и Соловей. 24 февраля в крытом футбольном манеже в нашем областном центре Гомель играет с Держинским арсеналом. В Орше завершилось первенство Беларуси по боксу среди молодежи до 22 лет. Представители Гомельской области завоевали 11 наград, две из них высшего достоинства. Победителями стали Максим Паньков и Юлия Бутелина. У мужчин в копилке также серебро и две бронзы. У девушек медальный урожай богаче. Кроме золота завоеваны три серебряные награды и три бронзовые. С новостями Спортова ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.